Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Очень давно не виделись, но сегодня у меня для вас очень интересный контент. Я даже не уверен, имею ли право такое рассказывать публично, но я всё-таки рискну. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Давайте наберём хотя бы 3000 лайков под этим видео. Мне будет очень приятно, ведь я очень старался. Начнём с того, что на FinExtra появилась информация о том, что SWIFT, международная система обмена финансовыми сообщениями, то есть платежами, уже описывает свою стратегию выхода за рамки простого обмена финансовыми сообщениями. Проще говоря, они готовят себя к модернизации. Лично я вижу в этом конкуренцию, которая предшествует инновациям. С тех пор, как Ripple появился на рынке как активный и опасный игрок, SWIFT постоянно заявляет о новых обновлениях. Мир финансовых платежей сегодня уже не является монополией. Это конкуренция. А конкуренция, как известно, приводит к инновациям. И сейчас эта конкуренция ускоряется с каждым днём. Я не думаю, что это просто совпадение, что именно сегодня SWIFT начинает об этом говорить прямым текстом. Именно в тот момент, когда мы видим, что у Ripple XRP есть большие шансы на принятие в новой финансовой системе. Друзья, я думаю, что это произойдёт быстрее, чем кто-либо ожидает. Мы находимся в точке переломного момента. Из статьи «Сеть межбанковских платежей SWIFT обязана выйти за рамки привычных и обычных финансовых сообщений и предложить банкам-участникам ряд сервисов по управлению транзакциями». Я хочу подчеркнуть «Обязана». Новая стратегия SWIFT рассчитана на два года и направлена на то, чтобы финансовые учреждения могли осуществлять мгновенные и бесперебойные транзакции, лишённые традиционных издержек. Формула международной транзакции будет выглядеть так – отправитель-получатель. Как вы знаете, сегодня между получателем и отправителем SWIFT транзакции существует целый ряд посредников и корреспондентов. Не знаю, как вы, а я вижу в этом описании Ripple XRP. Это именно то, чем он является. Перед тем, как я продолжу, я хочу задать вопрос, почему всё это происходит сегодня? По всей планете, если вы не заметили, идут валютные войны, самые яркие между США и Китаем, в том числе технологические и финансовые напряжённости. Люди устали от политики санкций со стороны Америки, которая использует свой американский доллар как оружие, которая использует SWIFT как инструмент давления. Люди устали, и им нужно решение цифровых платежей, которое занимает не больше нескольких минут. Система SWIFT отправляет платежи на протяжении нескольких дней, вплоть до 5 дней. Иногда приходится ожидать перевода, а в 6% случаев эти переводы терпят неудачу. С новой системой, которая, как мы верим, будет запущена, эти переводы будут значительно быстрее и надёжнее. В 100% случаев перевод будет успешен. SWIFT упомянули, что их стратегия рассчитана на 2 года. Но я не верю в это. Я не верю, что XRP понадобится целых 2 года для этого. И это то, что действительно важно для нас, как для розничных холдеров и розничных инвесторов. Возможно, необходимо время для построения различных аспектов новой инфраструктуры, но я думаю, что это точно не 2 года. Новости центральных банков сообщают о новом направлении для сообщества SWIFT. В течение следующих 2 лет мы коренным образом изменим платежи и защиту, переделав трансграничную инфраструктуру в рамках нашей новой стратегии. Мы видим это на официальном сайте SWIFT. И мы понимаем, что весь сценарий перехода на рельсы новой финансовой системы ускоряется с каждым днём. И это не случайность. Я и мой канал — это большая нить, на которой я собираю весь пазл и показываю вам. Это видео — самое большое доказательство того, что происходит за пределами внимания большинства людей на этой планете. На планете живут миллиарды, а этот ролик посмотрит всего около 10 тысяч. Поэтому, если вы подпишетесь на этот канал, вы будете в этой элитной десятке тысяч. Я хочу показать вам целый ряд документов, чтобы раз и навсегда нивелировать необходимость вопросов о том, что такое Ripple XRP и зачем он нужен. И особенно утверждение о том, что Ripple XRP — это скам. Мы видим в этом документе, что SWIFT и Ripple уже давно и безвозвратно связаны через API-сеть EarthPort. Это компания, которая предоставляет услуги по проведению трансграничных платежей. Мы видим ещё больше связей между Ripple и SWIFT в следующем документе. Здесь показаны маршруты финансовых сообщений. Ripple — это то, что может заменить эти длинные маршруты прямой линией. Сделав платёж практически мгновенным, безопасным и лишённым даже шанса на неудачную попытку платежа. И ещё один документ, в котором мы видим, что они готовятся заменить CGI на GGI. А в этом документе мы видим различные платформы. Ethereum, Hyperledger, Quorum, Multichain, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Seachain, SWIFT, Ripple и другие. Все они составляют сообщество из уже десятков тысяч людей. Достаточно просто открыть глаза, и мы увидим все секреты надвигающегося финансового сдвига. Вам не кажется странным, что в какую бы финансовую тайну я с вами не влез, везде мы находим упоминание Ripple. Это не просто совпадение, друзья мои. В этом документе мы видим, как канадские и немецкие банки обращают внимание на то, что Ripple может превратить трёхдневный платёж практически в мгновенный. Ripple — это 20 секунд вместо трёх дней через платёжную систему SWIFT. Как мы видим, Ripple уже во всех финансовых упоминаниях. На этой схеме мы наблюдаем, что Volante Volpay, мировой лидер в предоставлении программного обеспечения для интеграции, обработки и согласования финансовых сообщений, уже работает с Ripple и SWIFT. Это очень важный момент, ведь очевидно, что работа над программной частью новой стратегии уже идёт полным ходом. А возможно даже не просто новой стратегии, а новой финансовой системы. Ещё один документ, где мы видим, что международный разработчик решений для консультирования финансовых учреждений и платёжных систем добавляет возможность подключения Ripple к SWIFT. Если что, SWIFT был разработан для того, чтобы предоставлять финансовым учреждениям и банкам возможность подключения к платёжному шлюзу SWIFT. Возможность подключения к платёжному шлюзу SWIFT. Вы просто вдумайтесь в это. Насколько это важная информация, о которой практически никто сегодня не знает. Ripple в шаге от того, чтобы полностью изменить платёжные процессы в SWIFT. Чтобы полностью изменить мир трансграничных платежей. Чтобы полностью перевернуть финансовый мир. В следующем документе мы видим лишь подтверждение этому. Как пазл связи SWIFT и Ripple практически полностью складывается в единое целое. Банк-отправитель, SWIFT, Ripple SWIFT, банк-получатель. Новая финансовая система рождается прямо на ваших глазах. Я один из первых, кто показывает это рождение практически в прямом эфире. Можете называть меня акушером. Банки-участники SWIFT теперь имеют связь с Ripple через MoneyGram. В этом документе описана компания Profix. Profix это ведущий системный интегратор, который работает в банковском и финансовом секторе уже более 16 лет в Украине и странах СНГ. Profix впервые начал работать со SWIFT в 2002 году. И сегодня более 120 клиентов используют его услуги для доступа к сети SWIFT. С 2005 года Profix является официальным партнером MoneyGram. А MoneyGram в свою очередь связан со SWIFT и Ripple. Это очень важный момент, который в моих устах может звучать как просто предположение, догадка и спекуляция. Но я гарантированно убежден в том, что это правда. Ripple имеет тысячи партнерств. Давайте я уточню, чтобы вы не задались вопросом о том, что я преувеличиваю. Я не говорю, что у самого Ripple есть тысячи прямых партнеров. Но я говорю о целой сетке партнеров. Партнеры Ripple, затем партнеры партнеров Ripple и так далее. Это паутина из тысячи связей, с помощью которых Ripple связан со множеством финансовых институтов. Друзья, каждый финансовый угол, в который мы заглядываем, так или иначе уже связан с Ripple или с упоминанием Ripple. Цель игры становится очевидной, и MoneyGram тоже является важной частью этой игры. Давайте я включу вам один видеоотрывок. Это интервью генерального директора MoneyGram, Алекса Холмса, на канале Fox Business. В нем он говорит о беспрецедентном росте цифровых транзакций. Возможно, несколько причин можно найти в кризисе здравоохранения, но я верю, что это произошло не только поэтому. Основной причиной я считаю партнерство MoneyGram с Ripple. Послушайте. С нами Алекс Холмс, он генеральный директор MoneyGram. Алекс, добро пожаловать. Мы действительно получаем удовольствие от общения с людьми, которые создают компании нового типа и извлекают выгоду из кризиса и новых экономических условий. Выросли ли транзакции с помощью MoneyGram? Да, конечно. В результате плавной модернизации нашей компании за последние несколько лет мы увидели огромный рост цифровых транзакций. Он продолжается уже два года, но самый значительный всплеск произошел в крайнем квартале этого года. 106% роста цифровых транзакций за крайний квартал и около 27% роста всех транзакций в нашей компании. Так что определенно мы увидели значительный рост. А сколько, по-вашему, осталось до конца наличных денег, банкнот и монет? Этот вопрос мне задают постоянно. Кэш до сих пор остается преобладающей формой платежа в мире. Он до сих пор самый ликвидный для любого участника рынка. Но учитывая тенденции и значительный рост цифровых платежей, Всемирный банк, эксперт в трансграничных платежах, прогнозирует, что половина платежей в мире станут цифровыми к 2022 году. И этот прогноз был еще до пандемии. Я думаю, прессинг на наличные деньги продолжится, но займет некоторое время. Итак, на этом связи Ripple и SWIFT не заканчиваются. В 2016 году был опубликован этот документ от SWIFT, в котором они писали, почему и как нужно переключать финансовую систему на рельсы блокчейна и технологии распределенного реестра. На сайте SWIFT в апреле 2016 года мы видели следующее. SWIFT и Accenture намечают путь к внедрению технологии распределенного реестра финансовые услуги. Сегодня, в 2020 году, мы видим, как Accenture находится на передовых позициях в системе принятия цифровых валют центральных банков по всему миру. Accenture является партнером Ripple, банка Англии, проекта цифровой доллар и многих других. Это тоже далеко не совпадение. Судя по всему, работа идет как минимум с 2016 года, когда SWIFT сообщила о том, что Accenture поможет им внедрять блокчейн. Так что была бы пандемия или нет, так или иначе мы бы все равно пришли к этому. Пандемия всего лишь катализатор, который ускоряет процессы финансовой эволюции. Кроме этого, SWIFT готовится объединить преимущества GPI и технологии распределенного реестра. 30 января 2019 года мы видели этому подтверждение. В этом SWIFT поможет блокчейн-компания R3. А R3, как мы когда-то давно говорили, будет работать с Ripple. Столько всего происходит, и я удивляюсь, что мало кто это замечает. Я хочу показать вам что-то очень важное. Это произошло на днях, и это наверняка ускорит переход на новую финансовую систему. Но прежде чем я вам это покажу, я хочу напомнить вам о событии в прошлом месяце. Правительство США разоблачает компанию Северной Кореи по взломам банкоматов. ФБР показали, что система SWIFT является очень уязвимой для хакерских атак. Ее легко взломать, и это происходит время от времени. SWIFT не только медленный, не только неуспешен в 6% случаев, но еще и подается хакерским атакам. Также SWIFT используется для наложения санкций на экономики целых стран. С помощью SWIFT можно отрезать отдельную страну от всей глобальной экономики. Система доминирования доллара США начинает рушиться по всему миру, и поэтому они сейчас готовят почву для чего-то нового. А что за почва? Слушайте. Утекли документы и отчеты, показывающие, что Северная Корея отмывает деньги через американские банки. Позавчера это было опубликовано, когда некоторые тайные документы утекли. Или же им позволено было утечь. Я хочу показать вам этот видеоклип Джулии Чаттерлей, ведущей CNN. Она рассказывает о последствиях этой утечки. Европейские акции падают. Акции основных банков тоже тонут на фоне утверждения факта отмывания денег. Это стало известным из утечек отчетов о банковской активности, которые сами банки поставляли в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями финсен. Акции таких банков, как Deutsche Bank, Standard Chated, Buckley's и HSBC, а также ряда американских банков, упомянутых в отчете, отреагировали падением. Анна Стюарт располагает деталями. Но в самом деле эта история очень запутанная. Просто объясни нам, о каких финансовых преступлениях идет речь и в каких масштабах. Ведь эти банки и так уже платили огромное количество штрафов в прошлом. И даже страшно подумать, что может произойти теперь. Это невероятно сложно, и нам придется разбираться в этом много дней. Разбирая каждый банк и так далее. Но по сути эти документы показывают, что самые большие банки в мире обозначили транзакции на 2 триллиона долларов, как подозрительные в отчетах финсен. Все это происходило на протяжении 17 лет, от 2000-х годов до 2017-го. Банки, которые упоминались в отчете об обмывании денег, это JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays, HSBC и так далее. Речь идет почти о всех самых значимых банках. Но то, что 2 триллиона долларов были обозначены как подозрительная банковская деятельность, не означает, что все они были таковыми. Вопрос в том, сколько времени нужно, чтобы банк распознал подозрительную активность, и сколько времени банку нужно, чтобы остановить эти незаконные финансовые операции, чтобы остановить обман людей и отмывание денег. А что сами банки говорят? Огромный срок, 17 лет, и только сегодня утечка документов позволила нам узнать о масштабных денежных махинациях. Что банки говорят об этой утечке? Что ж, банки оказались очень едиными. То, о чем мы сегодня говорим, фактически историческое событие. На протяжении этого срока, в 17 лет, многие из этих банков уже оплачивали миллиардные штрафы регуляторам по различным нарушениям, отмывания денег и так далее. Но удивительно, что регуляторы оказались так слепы, что на протяжении 17 лет не увидели такого масштабного отмывания денег. Хотя сами банки присылали им отчеты все эти годы. Посмотрим, что теперь будет. Друзья, попытался найти все документы этой утечки, но, по-видимому, кто-то очень постарался почистить их следы в открытом интернете. Возможно, их получилось бы найти через сториз. Кто-то из вас это сделает, напишите обязательно в комментариях или мне в Телеграм. В открытом интернете остался только один скриншот из обвинительного заключения Министерства США. Здесь мы видим десяток северокорейских банкиров, которые отмывали деньги для режима через известные американские банки. Я хочу согласиться с CNN. Это историческое событие. Почему? Потому что это развязывает руки для того, чтобы сделать банки полностью подотчетными правительству. Отмывание денег – это главная причина, которую правительство поставит в основу своих действий. Хакерские атаки на SWIFT – это будет второй причиной. Северная Корея, которая отмывает деньги через американские банки – третья причина. Теперь и этот отчет сети по борьбе с финансовыми преступлениями – финсен, который фактически разоблачил каждый банк, который попался на подозрительной активности. Оказалось, что многие известные банки замешаны в этом. Все главные известные банки потенциально совершают финансовые преступления. Разве это не идеальный момент, чтобы сделать каждый банк подотчетным? Чтобы внедрить блокчейн, о чем они пекутся еще с 2016 года? Чтобы превратить SWIFT во что-то совершенно новое? Чтобы установить, наконец, новую финансовую систему? Да, я все это только предполагаю, но не безосновательно, как вы сами имели возможность сегодня убедиться. И после всего этого теперь я уверен, что все это будет происходить. Потому что то, что только что произошло со всеми этими банками, может стать важным фактором, который все ускорит. И я даже подозреваю, что эта утечка произошла не случайно. Не мог же целых 17 лет подряд регулятор изучать банковские отчеты с закрытыми глазами. В дополнение, ребята, я хочу показать вам интервью Брайана Брукса, контролера денежного обращения США, который вместе с Джулией Чаттерлей обсуждал SWIFT, устаревшие системы и так далее. Кроме того, он привел пример, используя рекламу Ripple XRP. Это тоже навряд ли было совпадением, что, обсуждая старую финансовую систему, Брайан, занимающий чрезвычайно высокий пост в финансовом мире, упомянул Ripple. И более того, представил его как пример чего-то нового, что может прийти на смену старому. Как вы помните из тех документов, что я показал вам в начале видео, они объединяют SWIFT и Ripple. А коллапс нынешней финансовой системы будет только на руку принятию Ripple XRP. Теперь послушайте это. SWIFT. Кто-то знает, что это такое, а кто-то нет. Но сейчас это то, над чем работает система. Информация о деньги передаются между банками, и это не последнее, что делает SWIFT. Но SWIFT медленный и кривой. В финтех-секторе наверняка есть варианты куда лучше. Брайан, есть ли план по улучшению или вовсе устранению существующей инфраструктуры, которой является SWIFT на данный момент? На самом деле название SWIFT очень иронично. В моем окружении есть шутка. Если вы хотите отправить деньги из Америки в Австралию, быстрее всего это сделать сев на самолет с чемоданом денег. Безумие какое-то, не так ли? Так что да, существует решение быстрее SWIFT. И эти решения уже существуют в некоторых частях мира. Великобритания, Сингапур, Китай. Множество наших глобальных конкурентов уже принимают платежи в реальном времени. США, кажется, отстает на несколько лет. По крайней мере до тех пор, пока мы не позволим существующим технологиям работать на нас. И я думаю, что это очень реалистичный сценарий. Брайан, а как быстро вы сможете реализовать этот сценарий? Тем более, как мы уже обсуждали, в нашей стране уже существуют некоторые решения. На самом деле в мире нет ничего мощнее, чем рынки. Потому что рынки показывают, что миллионы потребителей хотят сегодня. Моя работа не построить новые платежные рельсы. Моя работа обнаружить препятствия, мешающие людям получить то, чего они хотят и в чем они нуждаются. И мой пост позволяет это сделать. Вопрос в том, стоит ли позволить банкам участвовать в криптовалюте? Стоит ли позволить им соединяться с блокчейном? Стоит ли нам иметь цифровую валюту центрального банка? Возможно, запущенную частным сектором, но обеспеченную банковскими депозитами. Я могу найти препятствия, которые этому мешают, и решить их, чтобы люди могли получить то, что им нужно. Я думаю, это очень возможно в будущем. В мире, где миллионы американцев, и не только, холдят криптовалюту, мы не можем игнорировать это. Я не криптобек или криптомедведь, но я осознаю реальность. Люди используют криптовалюту, и мы должны обеспечить им возможность пользоваться ею так же безопасно, как, например, чеками в банке. Наша роль в том, чтобы обеспечить эти инновации для людей, которые будут ими пользоваться. Итак, друзья, надеюсь, вы услышали здесь пример Ripple XRP. Нет? А я напомню. Брайан сказал, что у них есть шутка. Если вам нужно отправить деньги из Америки в Австралию, быстрее всего это сделать, сев на самолет с чемоданом, набитым этими деньгами. Это большая отсылка или пасхалка. Отсылка на официальную рекламу Ripple. В этой рекламе женщина настоятельно просит сотрудницу банка отправить деньги в Австралию. Та берет чемодан, кладет туда деньги и едет в ближайший аэропорт, откуда улетает в Австралию, чтобы передать деньги получателю. Брайан Брукс привел именно этот пример. Не случайно. Он определенно связан с Ripple. Точно такой же пример Брайана, как и в рекламе Ripple. Это не может быть совпадением. Это связь между самыми высокими уровнями в финансовом мире и правительством. Ripple связан как с финансовой элитой мира, так и с политической. Эта реклама вышла годы назад и теперь контролер денежного обращения США цитирует ее прямым текстом. Это систематическая разработка новой системы и нарратив, который мы слышим, становится повсеместным. Но мало кто это замечает. Ребята, думаю вы услышали и увидели достаточно сегодня, чтобы хотя бы задуматься над тем, что происходит в мире прямо сейчас. Самые глобальные события за всю историю человечества и финансов. Надеюсь, вы теперь тоже обдумаете, почему между SWIFT и Ripple так много связей. Почему все эти события происходят сегодня чуть ли не синхронно. Ripple назвал 2020 год годом цифровых активов. Мы видели, как криптовалютная биржа Kraken стала американским банком буквально в этом месяце. Я хотел снять об этом видео, ведь это тоже историческое событие для криптовалют, но у меня не было времени. Поэтому сказал об этом только сегодня. Мы видели, как Брайан Брукс, контролер денежного обращения, разрешил американским банкам хранить криптовалюту. Это четкое заявление, что регулятор не против. А также сегодня я показал вам, сколько развития происходит в Ripple, SWIFT, MoneyGram и Accenture в реальном времени. Четкая позиция регуляторов только ускоряет эти процессы. Также мы видим, как традиционная устаревшая система начинает разваливаться. Утечка документов, грязные деньги, главные банки замешаны в финансовых преступлениях и отмывании денег, фиатные деньги обесцениваются, взломы банкоматов и SWIFT. SWIFT ищет спасение в новых технологиях, чтобы иметь возможность составлять конкуренцию. Банки в беде. Как вы видите, всем им срочно нужен сдвиг в финансовой системе. Лично я вижу решение всех этих проблем в системе, построенной на блокчейне. Цифровые валюты грядут, они уже стучат в ваши двери. Учитывая все, что я вам сегодня показал, вместе с запуском цифровых валют центральных банков, мы увидим принятие Ripple XRP, его совместимость, его технология ликвидности по требованию, а далее рестабилизация новой финансовой системы. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Я был бы благодарен, если бы вы помогли распространить это видео. Давайте наберем хотя бы 30 тысяч просмотров. Эту информацию действительно должны увидеть как можно больше людей. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова